Нинецкая телерадиовещательная компания совместно с Нинецким краеведческим музеем в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представляет проект «Письма памяти». Кожевин Семен Дмитриевич родился в селе Оксино в 1924 году. Младший лейтенант, командир взвода 238-го отдельного саперного батальона 127-й стрелковой дивизии. Был удостоен медали «За отвагу». Письмо Кожевина Семена Дмитриевича своей маме, Анне Михайловне, от 18 июня 1943 года. Добрый день! Здравствуйте, многоуважаемые мои родители. Мама, Вера, Дуся, Саня и Лиза. С горячим братским красноармейским приветом, ваш Сеня. Во-первых, в строках своего письма спешу сообщить, что жив и здоров. Живу хорошо, по-фронтовому. Также сообщаю, что приближаем час разгрома немецких оккупантов и освобождения священной земли от этих извергов. Погода стоит жаркая, комаров здесь почти нет. Ночью темно, не так и в Заполярье. Особо писать нечего. Желаю хорошей жизни в дальнейшем вам и не забывать меня. Мама, прошу почаще писать письма. Я здесь еще из дому ни одного письма не получил. Ребята пусть слушаются, помогают и хорошенько учатся. Передай же привет всем знакомым и родным. Тете Лизе, бабушке, Марине и другим. Мой адрес – полевая почта 41-684. Пока, до свидания. Жму крепко руки и целую. Ваш Сеня. Из наградного листа Кожевина Семена Дмитриевича. Находясь в обороне, производил минирование переднего края обороны в непосредственной близости и под огнем противника. Со своим взводом установил до 2500 штук разных мин и 700 метров спирали Бруно, проявляя при этом мужество и геройство. Своим личным примером вовлекается их подчиненных на выполнение боевых заданий командования. Через два дня после выхода приказа о награждении, 17 июля 1943 года, Кожевин Семен Дмитриевич погиб. Письма памяти До 14 апреля все жители Ниньского округа могут подать заявки на участие в акции Ниньского краеведческого музея «Ожившие письма с фронта». Участникам предлагается найти в семейном или другом архивах в музеях региона, в библиотеках письмо солдата с фронта. 27 апреля принять участие в итоговом музейном мероприятии и зачитать фрагмент солдатского письма. Ответы на все возникшие вопросы Вы можете получить по телефону 4 20 60.